На заседании суда осужденный политикой бизнесмен Александр Филиппов присутствовал виртуально. С Покровской колонией К2, в которой он отбывает наказание, из Петушинского райсуда организовали сеанс видеосвязи. Еще в конце прошлого года сторона защиты в лице двух бессменных адвокатов Овчинникова и Багрянского ходатайствовала об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя холдинга МРГ Инвест. В случае положительного решения судье Новый год Александр Филиппов мог встретить с родными дома. Однако заседание перенесли, так как прокурор не успел ознакомиться с материалами. И вот, наконец, суд состоялся. Аргументов у защиты немало. Филиппов на протяжении длительного периода времени занимался благотворительной деятельностью, оказывал помощь детям-инвалидам, детям-сиротам, ветеранам, детским садам, школам, лицеям, интернатам, храмам и тому подобное. Он положительно характеризуется митрополитом Владимирским и Сударским, а также депутатом Государственного дома Федерального собрания Шейхуддиновым. Потерпевший не имеет претензий к Филиппову и полагает возможным его условно-досрочное освобождение. Долг потерпевшим, а это более 66 миллионов рублей, выплачен, штраф погашен. К тому же Филиппов уже отбыл большую часть наказания. До окончания срока ему осталось еще полтора года. Кстати, около двух лет бизнесмен провел в жестких тюремных условиях. Находился он во Владимирском централе, и лишь недавно его перевели в колонию общего режима. Это тоже подчеркнула защита. У осужденного четверо несовершеннолетних детей. Кроме того, у Филиппова высшее образование, степень кандидата экономических наук. Работа, по словам адвоката, тоже найдется в качестве финансового директора ООО. Все материалы защиты передала суду. А характеризовать осужденного попросили представители колонии К-2. Однако учреждение представило отрицательную оценку. Как выяснилось, несмотря на хорошее поведение и активность Филиппова в спортивных и культурных мероприятиях в исправительном учреждении, за время пребывания он не успел получить поощрений. А вот воспитательные беседы и даже одно взыскание было. Но история, судя по всему, неоднозначная. Это заключается в том, что осужденные, Александр Сергеевич, еще раз обсуждали, свободно пошли, не дождавшись сотрудника. То есть они должны более подождать, пока он удостоверится, что он за ними идет. Да. А какие-либо другие нарушения не допускал Александр Сергеевич за вперед? Да, любых нарушений вообще не было. Как выяснилось, осужденный Филиппов вместе с Невальным без сопровождения сотрудника колонии однажды проследовали в библиотеку, чтобы узнать, выписали ли газету. Из блока их выпустил сотрудник колонии. Однако около 10 метров они прошли без сопровождения. И это посчитали нарушением. Мы прошли на представительном здании, где находится, на лестнице второго этажа. Нас остановил сотрудник, который задал вопрос внимательно, почему проходим без сотрудника. Нас проводили внимательно, что у нас сотрудник, он забыл, что сотрудник дальше. Он уже этот вопрос не спрашивал, не ездил сам. Заместитель прокурора Петушинского района отметил, что в связи с неоднозначным поведением Филиппова в удовлетворении ходатайства следует отказать. Я думаю, что осужденному еще будет время, так скажем, зарекомендовать однозначно свое положение отношения и обратиться с аналогичным ходатайством. Напомним, Александр Филиппов в местах лишения свободы с июня 2016 года. Тогда его арестовали прямо в зале суда. Осужден Филиппов был на 4 года 6 месяцев в колонии общего режима по двум уголовным делам за мошенничество с тарифами на электроэнергию и в связи с куплей, продажей и перепродажей Гусевской котельной. Тогда в итоге суд пришел к выводу, что действовал бизнесмен из корыстных побуждений. К слову, на заседании суда присутствовал и отец Александра Сергея Филиппов, известный также как бывший вице-губернатор Владимирской области и экс-руководитель одной из газовых компаний региона. Покидая зал заседаний перед удалением суда на перерыв, он высказал свою позицию. Рассмотрев все документы по ходатайству защиты, в итоге суд все же принял отрицательное решение. Отбывать положенный срок осужденному придется до июня 2020 года. Подать повторное ходатайство об УДО по закону можно только через полгода. Однако сторона защиты объявила о том, что уже на следующей неделе будет обжаловать данное решение вышестоящей инстанции.